Девушки отдыхают Девушки отдыхают Первая мировая война Русский авиатор Константин Арцеулов назначается командиром разведвзвода кавалерийского уландского полка Три боевых ордена Так были оценены подвиги Арцеулова-кавалериста Тем не менее, Арцеулов там, в небе Где все чаще появляются аппараты, управляемые людьми После настойчивых просьб прапорщик Арцеулов Становится летчиком Луцкого 8-го авиаотряда Юго-Западного фронта генерала Русилова Двести разведывательных полетов выполнил пилот Он ни разу не уклонялся от воздушного боя Восемнадцать вражеских самолетов уничтожил Арцеулов Он становится одним из первых русских асов К прежним наградам добавляются боевые ордена Анны и Владимира Вплоть до золотого георгиевского оружия Русская авиация начинает испытывать нехватку в подготовленных летчиках Арцеулов получает назначение в Качинскую авиашколу Руководителем класса истребителей Сегодня каждый школьник знает, что такое штопор А курсант авиационного училища свободно с ним управляется Но на заре авиации сотни летчиков гибли В результате самопроизвольного вращения самолета Арцеулов начал изучать причины этого явления В конце концов он решает проверить свои расчеты на практике На самолете Арцеулов набирает высоту две тысячи метров Затем он преднамеренно сбавляет газ Самолет резко заваливается на крыло и несется в смертельную карусет Все, кто наблюдал за полетом, замирают в ожидании очередной трагедии Но с самой земли самолет прекращает вращение Переходит в горизонтальный полет Это была историческая победа молодой авиации И одержал ее Арцеулов Константин Константинович Еще в 1916 году И услышал я голос неба Как шум от множества вод И как звук сильного грома И услышал голос Как бы гуслистов Играющих на гуслях своих Свой первый планер Арцеулов построил в 13 лет При испытании планер развалился на части Но эта неудача не убила мечту о безмоторных парящих полетах Через несколько лет Константин Арцеулов создает в Москве Кружок парящий полет Конструирует и строит планеры Учится на них летать сам И учит других В конце 1923 года По его инициативе В Коктебеле Вблизи Феодосии Проводится первый всесоюзный слет планеристов Семь призов Таков результат Константина Константиновича В этом слете Ему выписывают удостоверение Летчика-парителя номер один А сам Коктебель Становится местом отечественного планерного спорта И вскоре переименовывается в планерское Друзьями и единомышленниками Арцеулова Становятся известные конструкторы Авиационной и космической техники Яковлев, Илюшин, Антонов, Илюшин, Королев Константин Константинович Арцеулов Был первым в истории авиации Летчиком-испытателем Самолет Россия Он поднял воздух в 1911 году Не имея даже пилотского удостоверения Но через несколько месяцев Арцеулов успешно сдает экзамены Международной Федерации Воздухоплавания И получает диплом пилота Под номером 45 Так Арцеулов становится 45-м профессиональным пилотом в мире Арцеулов проводит испытания Самолета Ил-400 Конструкции Поликарпова Это был первый советский Серийный истребитель Арцеулову поручает испытания И подготовку самолетов Р-1 и Р-2 К сверхдальним перелетам Москва-Тегеран-Москва Москва-Анкара-Москва Москва-Пекин Все эти перелеты Заканчиваются успешно А всего Арцеулов испытал Около 100 самолетов и пламеров И был первым В освоении аэрофотосъемки Знаю твои дела И любовь И служение И веру И терпение твое И то Что последние дела твои Больше первых Февраль 33-го года Страна отмечает Десятилетие гражданской Авиации Арцеулов первым Среди советских пилотов Удостаивается Почетного нагрудного Знака За налет 500 тысяч километров И выше Его представляет И к званию Заслуженный летчик Союза СССР Через три дня Молчаливые И очень исполнительные Люди В форме НКВД Отправляют Арцеулова В бутырку В Архангельске Куда его ссылают Как врага народа Ему приходится Работать Судовым мотористом Проектировать Катера и яхты В свободное время Он строит Балансирный тренажер Для местного Аэроклуба Руководит Модельным кружком Оформляет музей Истории Освоения Арктики Арцеулову Подрезали крылья Летать Он больше не смог У пилотов Стойкие Повадки И когда Мотор Уже Прогрет Пожелайте Мягкой Мне Посад И Перекрестите Меня Вслед Я умчусь Навстречу Тверди Вечной Оседла В крылатого Коня Небо Без меня Живет Конечно Мне без Неба Не прожить И дня Мне без Неба Не прожить И дня Кто все Трубы Звездные Протону Не Срабеет В буре И во мгле Но В какой Жестокий Плоский Штопор Нас Порой Бросает На земле Как Без света Воздуха И хлеба Мне без Неба Не прожить И дня Можно Отлучить Меня От Неба Небо Не Отлучат От Меня Небо Не Отлучат От Меня Отмечая Праздничные Даты Вспомните Пилоты Новых Лет Кто был Первым Кто был Сорок Пятым Изо всех Крылатых На земле У любого дела Свой учитель И без всяких Праздничных Причин Вспомните Анонс И помолчите И зажгите Тихую Свечу И зажгите Тихую Свечу И зажгите Тихую Свечу Детство Арцеулова Прошло В Феодосии В доме Его деда Ивана Константиновича Айвазовского Только Внукам Разрешал Айвазовский Наблюдать За своей Работой У юного Арцеулова Была мечта Стать Профессиональным Художником Он Посещает Студию Павлинова Учится У знаменитых Калифеев Таких Как Юон Бакст Добужанский Лансере Но Его Судьбу Сменила Зарождающаяся Авиация Спустя Много лет Дедова Наука Помогла Арцулову Иллюстрировать Книги Кожедуба Водопьянова Мазурука Яковлева Антонова Он Оформляет Журналы Техника Молодежи Крылья Родины Наука И жизнь И другие Водопьянов Книги 3 13 апреля 1961 года Весь мир Обходит Газета Правда На первой полосе Рисунок Плакат Посвященный Полету Юрия Гагарина в космос. Рисунок был заказан Арцеулову по рекомендации Сергея Павловича Королёва. Искусство художника Константин Константинович оставил наследство своему сыну, Олегу Константиновичу Арцеулову, кинорежиссёру, документалисту, народному артисту Российской Федерации, заслуженному деятелю искусства, лауреату государственных премий. Субтитры создавал DimaTorzok Царская Россия высоко оценила работу Арцеулова. Советское государство не нашло для него даже медали. Это понятно. У нас было кому тешиться наградами. Но самое невероятное, сколько бы вы не листали страницы огромной истории гражданской авиации Союза СССР, Об Арцеулове вы не найдёте ни строчки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok